Алло, Магомед, здравствуйте. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Роман, меня зовут компания Максимарк. Компания, как Роман, компания? Максимаркет. Максимаркет. Да, вижу, проходили регистрацию. Я заказывал продукты, по-моему, да. Через маркет продукты заказывал. Это вот продукты вы покупаете? Нет, это не продукты, это компания, брокер на международном финансовом рынке. Вы регистрацию проходили у нас. Ну да, 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 что-то припоминаю, припоминаю, да. Отлично. А я так понимаю, вас интересует данная сфера финансовых рынков и заработок на ней? А, сфера, это что за сфера такая, Анатолий? Ой, как Николаева, я забыл, как. Смотрите, это сфера, которая имеет в виду торговля на международном финансовом рынке. На рынке, на рынке, да, ну, так Николаев, на рынке мы, пока что там на рынке. Не на обычном рынке, а на рынке 12 инструментов. Ой, необычный рынок. Это имеется в виду криптовалюта, драгоценные металлы, нефть, валютные пары. Такая крепкая валюта? Что за крепкая валюта? Валютные пары. Пары? Какие пары? Какие пары это? Что за пары такие? Давайте, Магомед, сейчас я вас познакомлю с финансовым рынком и мы с вами все наглядно сможем увидеть. Давайте, конечно, финансовый рынок, это рынки мы, мы с братом рынки, мы каждый у нас, как приходит у нас с мая, июня, мы с любыми на рынок мы ездим, это, в Ашхабад, куда мы, на рынок мы ездили, если рынок, это продукция, торговать продукцией. Нет, я не обычный рынок не веду, а рынок именно финансовый, вот, Инкорп, и на нем торгуют в интернете. Кто, Интеркол, Интерпол торгует? Интерпол? Интернет, Интернет. А, Интернет, ага, ну, я понял, что Интернет торгует сейчас, ну, тогда, конечно, все очень грустно. А, ну, конечно, смотрите, давайте я вам сейчас все покажу, презентую, и вам будет уже понятно. Давайте, вы приедете, куда вы приедете, вы думаете, вы сейчас даете на меня, как вы покажете? Вы к самому-то откуда, как вы приедете, если покажете, как это будет? Я никуда не буду ехать, мы сейчас в телефонном режиме с вами все обсудим. А, телефон. Ну, давайте, конечно, Николай, телефон попробуем, как-то это еще, давай, хватит. Хорошо, Магомед, скажите, я так понимаю, опыта торговли на финансовом рынке у вас нет? Да почему на этой торговле? Рыбке мы с братом, я же вам говорю, Николай. Не на обычном рынке, а на финансовом, международном. Да, международный финансовый? Ну, нет, международный мы куда? Мы только в Абхазии, что мы, международный мы были в Абхазии, немножко мы ездили в Турцию, туда-сюда, шмотка, мотка, брюка, шмука, покупал, продавал, ну, что еще, куртка, трусы. Нет, смотрите, это не то, что вы мне сейчас говорите. Здесь вы на финансовом рынке, вы торгуете, ну, номинально этим товаром, не владеете. А, вот оно что, интересно. Да, смотрите, то есть опыта, насколько я понимаю, нет у вас, да, на финансовом рынке? У меня опыт хороший есть, это пасты баранов, а если пастух, вот у меня опыт большой, и опыт у меня. Ну, понял, хорошо. Пастух, какой я пастух. Хорошо, смотрите, давайте сделаем с вами так. Вообще, вы финансовый рынок, вот, сам финансовый рынок необычный, а финансовый. Вы для себя как рассматриваете? Как основной, либо дополнительный вид заработка? О, Николай, да как это понять? Это вы не меня, ну, меня как понять основной, я не знаю. Как мне это понять, вот, вы вопросы вот так вот стали, что основной, либо не основательной, я не знаю, моя. Как бы он мне понять, я не знаю, откуда, я могу понимать. Ну, а вообще, чем занимаетесь, Магомед? Да, через, сейчас мы, вон, самое, сейчас мы чай пили, сидели с братом, туда-сюда покурили немножко, ну, чуть-чуть. И немножко потом вот опять надо за баранами идти. Вчера лошадь подкова оторвалась, ну, ее прибивал подкова молотком, и поэтому, как его зовут, снизу, по ноге подкова. И, ну, так, чуть-чуть туда-сюда, немножко там, немножко тут, то плов, это самое, немножко сварили, покушали с чаем, немножко венца, самогон, мамогон, мамогон. Не, не, Магомед, я не имею в виду, я вас понял, я бы тоже этим занимался. Смотрите, Магомед, я не имею в виду, что, чем вы занимаетесь, допустим, вот сейчас? Я имею в виду то, что вообще, чем вы, где-то работаете или не работаете? Да какая тут работа, ну, что вы, в горах, какая в горах, ну, что вы, друг, какая тут работа в горах? У нас все работает, вон, баран постыет, потому что и все, то огород, магород, шмагород, поедем, если на Риган, конечно, Ашкабад, туда-сюда, Ереван, Шмиреван. Поехать, если продать немножко молоко, шмолоко, опять же, из барана, как он его растет, шерсть, это вот это вот, его продать, чтобы шапка купить, шарф, носки шерстяные. Ну, все мы абсолютно, какая работа, вот вся работа, хозяйство, да, ведем, брата, я, брата, семья наша, моя, моя и брата я, и вот это мы, ну, все, немножко сарай, вон, у нас Криша потекла сарай, мы Криша монтировал гвозди, молоток, и по руке ему случайно дал молотком молотка, и рука теперь у него, нету руки у него больше, без руки. Очень жаль. А, ну, что, процесс его поставили, хороший какой-нибудь американский, Тесла, Месла, Швейцла. Я вас понял, смотрите, Магомед, вообще, как, смотрите, сам финансовый рынок, он сейчас полностью торгуется на интернете, в интернет-платформе. А, ну, значит, я. То есть, чтобы работать на финансовом рынке, как минимум вам нужна банковская карта, либо виза, либо мастеркард. Есть у вас такая карта? Ну, как, у меня много карт, карты, 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 наверное, на всяких, виза, мастеркард, карта мастер, виза, карт, какие хочешь мне карты вообще. Отлично, отлично. Могу продиктовать 4 блока по 4 цифры. Нет, не надо этого делать, ни мне, никому вообще. Не надо, не надо. Мне не жалко денег для друга, не жалко, ни копейки. Много мне, господи, деньги, это мусор, мусор, потому что главное душа. А деньги это. Согласен, согласен. Ну, смотрите, да, как я вам говорил, смотрите, наш рынок полностью перемещен в интернет-пространство. То есть вам никуда не нужно будет уходить, там, сидите, кушаете пол, бьете чай и зарабатываете. Конечно, нормально. Смотрите, вообще сейчас у вас доступ к интернету с чего, с мобильного или с компьютера? Компьютера, у меня на компьютере, телефон вот здесь в руках. Телефон, хорошо, сейчас я вам отправляю смс-сообщение на телефон, покажу, как работает финансовый рынок, чтобы вам было понятно. Чтобы вы имели представление. Так, скажите, пока сейчас вам смс дойдет, я вам как бы вкратце познакомлюсь с самым финансовым рынком. Вот смотрите, финансовый рынок международный, это рынок межбанковских торгов. То есть на нем торгуются на разнице цен. Ну, по обычному рынку. Купили дороже, продали. Купили дешевле, продали дороже. То есть главное знать, что когда в среде цене вырастет, что когда ухудет. Соответственно, эту информацию вам будет предоставлять наша компания. Так, смс я вам отправил, проверяйте. Сейчас это проверять буду. Сейчас. Можете мне ставить сейчас на громкую связь? Там ссылка есть в смс-сообщении. Переходите по ссылке. Я думаю, сейчас откроет. Я думаю, сейчас откроет. Открылась? Нет. У меня уже был такой. У меня когда почему-то разговаривали, вот, трубка, это. И одновременно не работает интернет. А, когда разговариваете, у вас не работает интернет? А, да, да, я не работаю. Я понял. А Wi-Fi, возможно, где-то у вас есть рядом? Да, ну что, Wi-Fi, это кто это такой Wi-Fi? Это когда без проводок, интернета вот это? Да, да, да. Нет, так откуда интернета без проводок? Я вас понял. А, возможно, есть другой телефон. А, откуда? Тоже с интернетом, чтобы... А, откуда? А, откуда? А, откуда? А, откуда? А, откуда? На словах мне расскажите, я предстою. Нет, на словах вам лучше это просто видеть, и у вас будет простурение, как на этом зарабатывать, чтобы вы понимали, потому что на словах это одно, а на деле это другое. Так, хорошо, Макомент, скажите, а скайпом пользуетесь? Нет, зачем мне? Нет. Смотрите, если у вас сейчас такая проблема, что у вас во время разговора не работает интернет, у вас телефон какой, андроид или айфон? Черный, черный, сейчас, я напишу. А какая марка? Apple, это сейчас. Нет, у вас, смотрите, у вас если, у вас айфон, у вас сзади должно яблочко отображаться на задней части айфона. Нет, нету, нету яблочко. Хорошо, значит, у вас андроид. Программу такую, как Play Market, знаете? Ну конечно, но как это, я не знаю. Вот, хорошо, давайте поступим так, я сейчас отключусь, через 5 минут я вас наберу, заходите в Play Market и качайте скайп, так и пишите скайп, S-K-A и кратко А-И-П. Качайте, я вас через 5 минут наберу, скажите, как вы там подписаны, чтобы я вас смог набрать по скайпу, тогда у вас будет интернет, и вы будете видеть то, что происходит на телефоне. Хорошо. Да, я не могу поставить скайп, ну что вы, друг, как, мой телефон-то еле дышит. Скайп, ну как бы, я скажу, неприхотливая программа, много она функций. Я уже пробовал, понимаете, уже пробовал, и плохо, все же, не в скайп, и все. Вы мне просто, а вы, это, как, по-другому, да я, в принципе, это так-то и разбираюсь, как бы, что акции туда-сюда купить, продать. Ну да, да. Поэтому, что тут, я на словах понимаю, что надо сейчас, купить акции, вы хотите, или что? Ну смотрите, для начала, чтобы, допустим, мы начали с вами работать, я бы хотел у вас познакомить с платформ. Ну, как бы, есть несколько факторов, основополагающих, которые необходимы для выхода в рынок, это... Да, это МТ-4, что ли, или как оно, МТ-5, или как оно? Есть, есть МТ-4 у нас, есть попроще, и Критикал, торговая платформа. Ну, я это все уже знаю, я же опытный боец, ну, да, да, да. Ну вот, как я вам говорил, что да, чтобы торговать необходимо банковской картой, вы говорите, у вас их много, отлично. О, да. Работать сможете. Да. И необходима минимальная, ну, как бы, сумма инвестиций для выхода непосредственно в рынок. Так, да, ну, конечно. А это, то есть, 500 долларов минимальная сумма для выхода в рынок? Ну, нормально, я могу 1000 дать. Чем больше, тем лучше, в любом случае, значит... Ну, в 1000, начнем с 1000, так, ну, вот 1000 я готов, вот что дальше-то так. Ну, в любом случае, вам необходимо будет зайти в интернет, так, чтобы пополнить ваш торговый баланс. Минуточку, то есть, как понять, пополнить баланс? То есть, вот так вот... Алло? Алло, да, что-то оборвалось. Оборвалось, какой-то оборвалось. Ну, 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 пополнить. То есть, говорят, что уже на МТ-4 пополнить баланс. А я, смотрите, Николай, я пополню баланс, а вы потом убежите куда-нибудь, и деньги мои пропадут. А как вот тогда быть? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Обязательно, чтобы... Смотрите. Как это все происходит? Мы, когда с вами пополняем ваш торговый баланс. Так. Конкретно под вас, под ваши данные, открывается ваш личный стрейдерский счет. Угу. Банки нашего партнера. Угу. Чем это приходит вам подтверждение в виде письма, гарантийного письма на вашу электронную почту? Угу. Вам приходит непосредственно данное письмо. Вы пополняете, то есть пополнил свой счет, вам пришло данное письмо. Угу. Соответственно, после этого вы начинаете торговать. Торгуете вы не самостоятельно, но можете самостоятельно, если у вас большой опыт. То есть у вас опыта нет, вы торгуете непосредственно с личным экспертом. Да, это понятно. А какой банк-партнер-то? Что за банк такой? Ну, у нас их много. У нас в основном это европейские банки, потому что мы с вами европейская компания. А то есть это не российский банк будет, да? Нет, они все работают на территории Российской Федерации. Ага. Лицезия. И какой банк? Ну, вот я переведу сейчас, смотрите, я перевожу деньги на туда, вам переведу деньги. Так, и мне, что мне придет? Какая мне придет? Куда мне, что мне придет? Бумага от какого банка? Которая находится где? В России или где он находится? В Америке, в Абхазии, в Антарктиде. Где он находится в банке? Это очень важно. Понимаете? Я пока не понимаю. Ну, смотрите, чтобы вы понимали, как я вам говорил, нужно это все видеть наглядно, Магомед. То есть, что мы сейчас разговариваем, понимаете, я же вам предлагаю. И давайте сейчас, я встречусь на 5 минут буквально, вы хотите искать, искать. По-другому. Давайте мы сначала с вами договор заключим с вашей организацией, а потом уже, потом уже, будем уже деньги туда к вам. А как, Магомед, а как вы себе это представляете? Договор на словах он не заключается? Нет, на словах. Бумага, бумага, печать. Договор, правильно, договор вам приходит после пополнения вашей торговой части. Нет, друг, нет. Сначала договор, а потом деньги. Смотрите, вы когда приходите, допустим, в банк? Да, сначала договор. Вы когда приходите в банк, вы ложьте деньги, вам дают договор, вы его подписываетесь? Нет, нет. Сначала подписываете договор в банках. Я в банках работал, вы мне не рассказываете, я это все знаю. Я тоже в банке работал. Сначала договоры, сначала подписи, потом деньги, понимаете? А не сначала деньги, понимаете? Вам может банк предоставить договор на ознакомление перед подписью? Даже если вы какой-то вдруг сейчас в чем-то правы, то одно дело, когда это происходит в банке, вот человек сидит, да, я ему отдал деньги. Он никуда уже не денется, понимаете? А вы, что вы, я вам деньги перевел, а вы потом номер телефона поменяли, и все, и вас нету, и денег моих тоже нет. Поэтому давайте, сначала договор, договор с подписью, с печатами, чтобы я поверил, что действительно вы брокер, а не очередной какой-нибудь лохотрон. И потом я перевозил деньги. А как вы это представляете? Мы даем вам оповер на офис. Офис где у вас? У нас в Москве, в Москве. Ну, отлично, я могу подъехать в Москву, офис, в чем проблема. Просто как вы себе отберете? Договор в любом случае будет подписываться в электронном виде. Просто как вы себе это представляете? Договор в электронном виде, вам нужна электронная подпись, там это очень сложно все, чтобы она была действительно, если вы куда-нибудь убежите в вашей организации. Это не, мне нужна бумажный договор. С подписью. Вам приходит бумажный договор ваш на электронную почту. Вы его распечатываете, ставите подпись и отправляете нам в Москву. Соответственно, подписанный вами договор. Ну, действительно, надо там ее заверять где-то, я его заинтересовался. Давайте я к вам в офис приеду и там уже на ныску все решим. Магомед, ну как вы представляете, что мы сейчас с вами, допустим, обсудим все моменты, вы не видели нашу другую платформу, не видели инструменты для заработка. Так мы с вами сможем что-то, как и кто-то субричный, еще говорить. Вы не знаете, что мы за компания. Почему? Ну вы брокер, о чем мне ничего надо знать. Пока мне этого достаточно, что вы брокер, этой информации. А дальше я приезжаю к вам в офис, как обычно делают все. У нас офис технический, у нас все договора заключаются через интернет. У нас офис технический там находится. Что за, что такое технический, вот так это понять, технический? Ну, грубо говоря, офис, который поддерживает, как бы он сказал, техническое состояние тех баз, которые находятся у нас на территории Российской Федерации. Ну, да. Понятно, окей. Поэтому я вам все-таки предлагаю сейчас, Магомед, вам скачать скайп, чтобы мы с вами все могли нахвязать. Я не могу скайп послать, я же вам объясняю, скайп послать. Почему? А у меня телефон такой, что он не очень со скайпами. Так, я вам говорю, ну, какая программа не сложная, много требований телефона на ней заберет. А я знаю, вы меня можете не уговаривать. Даже на слабом телефоне. Да, я уже просто пробовал, что очень грустно получается. Да, разочаровали вы меня немножко, разочаровали. Давайте хотя бы для начала мы проверим вообще у вас. Вы в России-то зарегистрированы вообще эта организация? Конечно, конечно. Ну, давайте я сначала проверю вашу организацию. Продиктуете сейчас. Или на смс скиньте этот ИНН. Мы как компания-брокер, у нас нет ИНН. Я могу сейчас отправлю на вашу электронную почту информацию о нашей компании. А как это у вас? Вы что, вы же скажете, зарегистрированы в России? У нас есть представительство в России. Мы компания с Великобританией. Компания Броссер, международная. Ей нет необходимости... Так не бывает. По законам РФ, понимаете? Если у вас есть здесь... Правильно, мы не работаем по закону РФ. Так как мы международная компания, компания Броссер, которая не требуется регистрации. Нет, если у вас есть офис или представительство, или филиал, как угодно, в Российской Федерации, то должна быть регистрация. По-другому не бывает, понимаете? По законам РФ. Не бывает. Я с законами хорошо дружу. Мы компания Макси-Сервис ЛКД. Регистрированы в компании в городе Москва. Ну, тем более, Москва зарегистрирована, значит, может быть ИНН вашего... Ну, это больше вопроса к юридическому характеру. Это, я вам скажу, это последний этап, это означает начало сотрудничества. Вам нужно для начала все посмотреть. Вы же не будете... Нет, 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 друг. Как вам сказать? Сначала мне надо поверить вообще, что вы это... Не... Ну, что вы... То, что вы говорите, это и есть вы, в общем. А для этого вы мне назовите ИНН. Если мы будем просто разговаривать по телефону, вы не поверите. Я могу сейчас взять любой интернет и вам проликтовать. Вот поэтому нам и нужно с вами зайти непосредственно на торговую платформу, чтобы вы все увидели. Нет, я же говорю... ИНН – это вопрос к юридическому отделу. А вы что, не можете просто взять сейчас, спросите, какой ИНН там у юриста рядом, который сидит? К сожалению, юристы, они не рядом, которые находятся. Они находятся на нескольких этажах. Ну, давайте вы мне скиньте по СМС номер ИНН, я проверю. Я вам на вашу электронную почту отправлю информацию. Ну, отлично. ИНН и ОГРН такой. ОГРН, как он рассчитывается? О, государственная регистрация. Не помню. ОГРН, короче. ИНН и ОГРН. Вот мне скиньте, я посмотрю, что у вас там за... Ваш филиал в Москве, адрес, все пробью, все, приеду, посмотрю. Ну, может, не приеду, так, по интернету у меня люди есть, они все узнают. Посмотрим. Если действительно вы существуете в Москве, зарегистрированы ли все, то, конечно, будем сотрудничать. Мы с телефона проходили? Скажите, Магомед, не возможно. Это вопрос к юридическому характеру. Я не регистраю в компании. Слышите, вы регистрации каким образом проходили? Через компьютер или через телефон? Что делать я сдавал? Как? А регистрацию проходили через телефон или через компьютер? А что такое? Как понять? Куда регистрацию? Ну, вы проходили регистрацию, указывали свой номер телефона, электронную почту, имя, имя. Да, да. Указывал, да. Через телефон? Наверное, да. Ну, да, я думаю. Я думаю, да. Думаю, да, конечно. Я понял. Хорошо, Магомед. В каком случае я вам сейчас отправлю информацию? Ну, вы все-таки попробуйте, скачайте сейчас скайп. Я вас не поздно наберу. Вы мне ИНН, главное, ОГРН. Я вам информацию сейчас отправлю на электронную почту. Нет, на электронную. А электронную там проблематично. По СМС будет лучше, удобнее мне. Там же написать просто сколько там, 11 цифр, и все. Я пойму, я разберусь. Во-первых, для этого нужно время. Но я все-таки, Магомед, давайте серьезно начать скать, чтобы мы с вами смогли где-то все увидеть. Молодой человек, я вам простой, вот куда уж проще, вот вы сами себя услышите со стороны. Я интересовался, чтобы с вами сотрудничать. Допустим, я верю, хочу поверить, что вы действительно брокер, а не очередной разводняк, допустим. Я вот просто прошу, скиньте мне ИНН, ОГРН, вот на СМС, как вы мне СМС отослали, и все. Я посмотрю, все, есть вы там, все, я вам сам перезвоню, сам приеду, сам. Мне даже, я даже заинтересован сотрудничать, понимаете. Сейчас пока это только слова все, которые, за которыми ничего. Тем более вы там в Великобритании, великобританский офис, как всегда. ИНН, ОГРН, по СМС, отправьте, пожалуйста. Я все прочитаю и сам позвоню вам сразу же. И будем работать акцией, акцией, все покупать. Поэтому, если вы хотите. Алло. Да, 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 слушаю, Магомед. Ну вот как мы, что, скиньте мне скиньте. Смотрите, мы как компания, мы, смотрите, мы как компания, брокер. Мы как коррест-дилер на территории Российской Федерации. Осуществляемся в соответствии с законом Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Ну, конечно. От 22 апреля 1996 года. Соответственно, компания «Навтимаркетс», мы являемся международной компанией. Оказывается, что мы с другими клиентами из разных компаний. Нам не нужно регистрироваться в каждой стране, чтобы проходить, чтобы работать. Для этого есть лицензия международная. Нет, друг, лицензия Центробанка у вас есть? В Центробанке есть лицензия у вас? Номер лицензии Центробанка есть? А компании «Брокеры» необходимы? Нет, нет. Ну, понятно. Ну, с чем вы? Ну, вы дождите хоть одну компанию «Брокеры», которую вы знаете, кроме банков, у которых есть лицензия Центробанка? «БКС» уже пять раз скажу. «БКС»? Да, «БКС», да. Так это компания, которая, как вам сказать, работает именно на внутреннем рынке. То есть внутри России она работает. Она не работает на международном финансовом рынке. Она работает. Понятно. Короче, вот. Вот это компания регулируемая ассоциация российских банков. Вы меня откуда звоните? В Великобритании, что ли? Откуда звоните? С Москвой. Ну, так с Москвой, правильно. Если вы сейчас в Москве, значит, у вас там офис. Значит, какой бы я ни был, даже если вы там один человек в офисе, и вы там директор, кто угодно, все равно должен иметь какую-то зарегистрированную, как это называется, физическую, не помню слово. Ну, в общем, зарегистрирован, как название, не помню, юридическую. Я вам говорю, мы зарегистрированы как Макси-сервис ЛЦД. Мы международная компания. Ну, Макси-сервис... Так как мы, как компания... Как она? Макси-сервис ЛЦД. Когда деньги платят... Магомед, я вам отправил, отправляю на вашу электронную почту сейчас информацию. Ознакомьтесь, как ознакомитесь, пишите. Всего доброго. Да, удачи, удачи, удачи на дорогах. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, даю тебе пожрать. Ну-ну-ну-ну. Здравствуйте. Я как раз пожрать хотел. Жрать охоту. Ну-ну-ну. Я вас понял, я вас понял. Приятного аппетита, Магомед. Это аромат. Да, и вам тоже приятного аппетита. Сейчас парите, ною бокальчик вина. О, уже налита. Давай, давай. Ну, я вас слушаю, дорогой друг. Да, Магомед, вчера общались, будем ли, с вами, компания Макс Маркет Романов? Вчера общались с нефтью, расскажу. Как мне? О чем? Вчера общались с кем? На тему финансового рынка общались вчера с вами. А-а-а. Ну, да-да-да, что-то такое припоминаю. Припоминаю. Вот. Я вам информацию вчера отправлял. Вы ознакомились с ней? А-а-да, вроде бы да. Ага. Ага. Хорошо. Какие-то вопросы по той информации, что я вам отправил? Есть у вас? Да нет, какие вопросы, друг, ну и что тут. Никаких вопросов нет вообще. Че, отлично, хорошо. Ну, отлично, да. Ага. Хорошо. В таком случае, как бы, я вам предлагаю начать сотрудничество с нашей компанией, выйти в рынок и заработать до конца недели. Ну, конечно, заработать, заработать до ничего. Нормальная тема. Почему вы не заработаете? Согласен, полностью с вами согласен. Да, надо зарабатывать бобро, зарабатывать деньги. Ага. Да, надо, надо. Так, хорошо, Могомед. Вас сейчас интернет доступен? Нет, доступен. Он недоступен? Нет, нет. Я вам вчера отправлял ссылку в смс сообщение. То есть проверьте ее. Я сейчас отключусь. Вы зайдите туда. А я как увижу, что вы зашли, я вас наберу сразу. Когда вот, возможно, интернет не пропадет. Хорошо, друг, а я пока найду себе второй бокальчик вина. Хорошо, договорились. Потому что я покупаю. Через сколько вы будете заходить? А, Лукач. Ну, как? Чего зовут? Чего зовут? Друг, что вы сделаете? Ну, у вас, друг, у вас все время разные номера, друг. Это значит, у вас опять или по ней вы открываетесь от правосудия. Ну, я тебе говорю, друг, межправосудие все равно достигни. Межправосудие уже близок. Мои люди уже работают. Я уже их послал, уже туда-сюда послал. И в Киев послал. И во Львов послал. Люди уже ищут вас. Все будет хорошо скоро. Да, мы не туда вы их послали, потому что мы в Москве находимся. Говорят, что в Москве. Ну, как же. В Москве, да. На Красной площади там прямо сидите в Москве. Ой, друг, друг. Да, не на Красной, а на Большой Кусаревской. Площадь, но не красная. Да это понятно, конечно. Площадь, да. Ой, друг. Хорошо, Магомед, да. Когда там сейчас подпошуете Мефисерина? Котенька попью еще с пряниками. Мне с тобой неудобно так разговаривать. Значит, надо думать, чем говорить. Я вас понял, хорошо, дорогие, да через час я вас наберу. Конечно, давайте через час я вас наберу. Давай, всего доброго. Всего доброго. Алло, Магомед, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Я вижу, вы заходили на наш торговую платформу. А, заходили, да. Посмотрели движение, которое там происходит? Движение... Картинки посмотрели, конечно, картинки я смотрел. Но там не картинки, там в графике инструменты отображаются у вас. Ну, конечно... Для этого, чтобы вам было более понятнее, поэтому я вам говорил, что вы вчера включали скайф, мы с вами зашли, я бы вам все показал. И уже мы с вами начали сегодня заработать. Ну да. Так договор сначала подписать надо, друг. Договор. Договор вы сначала не сможете подписать. Договор подписывается после активации вашей торговой счетов. Нет, нет. Сначала договор, потом деньги. Сначала договор, а потом деньги, друг. Только так. Магомед, я вас еще, ну, сейчас правильно понимаю, вы хотите с вами работать, но вам нужен договор? Конечно, мне нужен договор. Бумачка. Хорошо. Хорошо, с какой суммой вы будете начинать торговлю? Один тысяча долларов тысяча американских. Тысяча долларов? Да. А она в каком виде доступна? А какой вид нужен доступный? Это что такое за вид? Как это? Что за доступный? Нет, смотрите, это либо же, ну, либо же на личном, либо же на карте, на электронном кошельке. В каком виде она доступна вам? Ну, на карте есть у меня карта. На карте. На карте. На карте, да? Банковский карте. Карта у вас какого банка? Вам номер карты, брат? Ну, записывайте номер карты. Нет, просто, просто какой, какой банк? Четыре блока по четыресты. Ну, пускай будет Тенков банк. Моя большее слово. Нет, ну, не пускай будет, просто в зависимости от банка. У нас есть банки-партнеры, с которыми мы работаем. Ну, хорошо. У нас есть банки-партнеры, с бербанка. Сбербанк. Да. Хорошо. То есть, Вася, так говоря, на вашей карте, в первую очередь, доступно тысяча долларов. Да, конечно. Это порядка 80 тысяч рублей. Да, конечно, доступно. Чего, куда? Малыш. Окей, давайте, пожалуйста. Окей, хорошо, давайте посмотрим на ситуацию немного с другой стороны. Давайте. Мы с вами сейчас подписали договор. Ага. А вы пополнили свой торговый счет. Да. А что дальше вы будете делать? Зарабатывать деньги на платформе. Или вы привыкли покупать кота в мешке? Зарабатывать деньги я привыкли. Зарабатывать, видите? Кота в мешке. Ну вот. Так вот, я вам и говорю, давайте с вами постепенно. Вам нужен договор, так он будет. Ну, так давайте договорим. Ну, вообще проблем нет. Мы без договора, мы и работать с вами не будем. Ну, так я же говорю. Но важно сначала, на чем мы будем зарабатывать? Каким образом? Что делать? Какие условия? Понимаете, если вам это все подойдет, мы заключаем с вами договор и работаем. А что за условия? Какие условия, друг? Это что за условия? Вот какой смысл мне сейчас идти в юродел, просить, чтобы для вас формировали договор на человека, который по итогу ни в чем не разобрался и не прийдет прибыли ни себе, ни компании. Логично. Согласны со мной? Согласны со мной, да, согласны. Давайте постепенно во всем разберемся. Давайте, конечно. Вот какие вы видите варианты, чтобы сейчас зайти в интернет, и с вами все постепенно во всем разберемся. Ознакомились? Помогли, помог вам разобраться во всех абсолютно моментах? Так, а я знаю моменты. Я не знаю, деньги надо в депозит положить на платформу. Смотрите, до момента денег положить деньги на платформу, это последняя, так сказать, ступень. Нам нужно разобраться, как вы будете зарабатывать, на чем, как будет происходить сотрудничество, а потом уже разговаривать один так. Ну давайте хорошо поговорим о сотрудничестве. Хорошо, сейчас у вас интернет доступен. С какого устройства? Так, а вот нету, опять я пищу, и опять вон, не знаю. А когда, да, когда на работе... Хорошо, Магомед, вот вы заходили, смотрели на торговую платформу, вы не разобрались. Ну... А вот с какого устройства вы заходили и смотрели? С телефона? С телефона, хорошо. С телефона, хорошо. То есть, датчик интернета у вас есть на телефон. Да, конечно, правильно, правильно, есть. Заходите в СМС-сообщение, я вам отправлял вчера, переходите в посылки и во всем сейчас разберемся. СМС-сообщение я отправлял вчера. Ага, это Marketplace. О, не в сторону. Ну, я так... Так оно сейчас не открывается, да, платформа. А вы ее зашли в СМС-сообщение? Нажали на... Ну, а как, конечно, это... Вот что на экране у вас пишет? Так я же говорю, зависло все, да. Оно не работает интернета, когда телефон... Белый экран или что-то написано на нем? Не, белый, белый, совсем белый. Ну, значит, грузит. Да нет, не загрузится, я уже знаю это все. Ну, если не загрузится, оно напишет, что не может загрузить. Пока белый экран, мы еще с вами не понимаем, сможет или не сможет. Да, ну и сможет, я знаю, когда телефон и звонит. Пока у вас сейчас загружается, вы мне сейчас скажите. Ага. А вы скайпом пользуетесь? Да я же говорю, я не на скайп, не могла поставить, никак не поставить скайпа, не хочешь там. А какой у вас телефон? У меня очень старый телефон, Samsung очень старый, он еле дышит. 3-4 гигабайта там вообще никаких гигабайтов. Так, 3-4 гигабайта, ну, для этого достаточно для Samsung, чтобы установить. Там все занят, там еле он, сейчас он сломается, скоро я чувствую. Я его чувствую скоро абсурдно. Смотрите, Магомед, скайп 226 гигабайт. Я думаю, этого места у вас на телефоне хватит. Даже если, в принципе, сейчас его не хватает. Вот вы там Инстаграмом, Фейсбуком пользуетесь? Да какие? Может, и тут смотрите. Не, не, ничего себе, смотреть-то никогда ничего. А какие вообще у вас приложения на телефоне установлены? Вас так интересуют? Я вас полинаю, поливаю. Может быть, это так? Ближе к делу, да. Да давайте я вам протектирую сразу номер карты, 4 блока по 4 цифры. Скажите мне ваш номер карты. Ну и что, деньги украсть? Как зачем? Для чего? Что значит деньги украсть? Ну вот звонят некоторые, не вы, а другие звонят. Говорит, давайте продекстуй, Магомед, 4 блока по 4 цифры. Магомед, вы абсолютно правы. Вот представьте, мы основаны 10 лет назад. Я устроился на работу в компанию 10 лет назад. Компания работает 12, 13. А вот это да. Я вот целых 10 лет работал с клиентами, развивался. Сам научился торговать, чтобы наконец-то, спустя 10 лет, 5 мая 2021 года, забрать 1000 долларов у Магомеда, поставить компанию, лишить ее лицензии, потерять все связи, все договоренности, потерять друзей, жену, детей, абсолютно все. Но, но быть счастливым, зато я у Магомеда забрал 50 долларов. Вообще в своем уме? Нет, я думаю, что не знаю. Я уже не знаю, кто в каком уме. Интересно, что вы сказали, конечно. Что интересно? А вы в КВН не участвуете? Не участвовали никогда раньше в КВН? Нет, нет. Поэтому, Магомед, давайте, заходите по ссылке. Сейчас все наглядно мы с вами разбираем. Ну, давайте, конечно. А говорим, что полностью информация дружества. Нет, это здорово все. Так ссылка-то, я же говорю, интернет не работает, когда телефон работает. Тогда качайте скайп. Нет, скайп я поставить не могу. А, я вспомнил. Почему, Ваним? Ну, блин, это нету, как его, памятник. Я же вспомнил, а я же вас просил этот самый, как их, ИНН. ИНН вашей филиала Москва. ИНН. А вы мне его не кинули. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я же вам говорю, Магомед, это вопрос к юридическому отделу. Это вопрос не ко мне. Я вы... Вы со вчерашнего... Давайте, Магомед, откровенно. Давайте. Я понимаю, что я разговариваю со взрослым мужчиной. Так. Который сейчас тебе придумал какие-то отговорки. Ух, какие отговорки. Вот что у вас на самом деле останавливает? Останавливает... А ИНН? Да, ИНН-то вы мне не хотите говорить? Вкрываете ИНН. Московского офиса. Офиса Москва-ИНН. Только ИНН. Дайте ИНН, и все, дальше... Смотрите, Магомед. Тысяча домов. Мы являемся брокером международного уровня. Так. На территории России, компании, которые зарегистрированы в России, у них есть ИНН. Ну вот. Мы зарегистрированы в Лондоне. Ну так у меня Московского... Смотрите, свидетельство о регистрации. Московский офис ИНН. Номер свидетельства вы можете увидеть в самом свидетельстве на сайте компании. И по нему проверить компанию. Лондонского мне не надо. Я от Московского офиса ИНН нужен. Московский офис ИНН. В Москве находится технический офис. Ну вот ИНН. Да, технический офис ИНН. Большая Сухаревская площадь 16-18. Ну это понятное, что Сухаревская, Мухаровская. Так ИНН-то вы не дадите... Вопрос не в этом на самом деле. Нет, ИНН. Вопрос в том, что я понимаю, что вы придумываете себе какие-то причины, чтобы даже не разбираться. Нет, отличные разборки. ИНН, вы понимаете, я со вчерашнего дня вчера вас попросил. Магомед, я же вам говорю, ИНН есть у компаний, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. А мы компания международная. Правильно, вы сказали, что технический отдел, какой-то секретный технический отдел в Москве на Пускаревской, на Кучкаревской, Пискаревской, Мунавережной. Вот его дайте ИНН. Я сейчас быстренько раз-раз-шмас, раз-крас, все проверю и будем заводить деньги к вам на депозит ложить буду. А пока получается то, что... Магомед, а вообще вы чем занимаетесь? А я ничего, сейчас на диване лежу. А сейчас, ничего не охоту. Ничем не занимаетесь? А вот сейчас на диване лежу, смотрю в потолок. А откуда у вас сюда тысячи долларов? О, друг, ну ты прямо хочешь все знать про меня. Ну, нет, так вы говорите, что вы лежите на диване и пьете вино. Ну, я тоже хочу лежать на диване и пить вино, чтобы я могла пить долларов просто кому-то перечислить. Ну, что вам мешает лежать на диване и пить вино? Так вы же не говорите, чем вы занимаетесь? Откуда у вас эти деньги, что может пить долларов? Конечно, не говорю. Мне уже гарсу готовы прониктовать. Ну, конечно, не говорю, чем я занимаюсь. Ну, мы что с вами друзья, коллеги, родственники, чтобы я взял вот так вот, первую встречу, чтобы говорил, чем я занимаюсь. Так я же, ну, я же не спрашиваю, там в офисе, где вы работаете, в вашей комнате. Вообще, чем, в принципе, занимаетесь? Ну, я вам по секрету скажу, только вы никому не говорите, по секрету. Хорошо, я никому не скажу. Я понимаю, это секретные эксперименты я здесь делаю, очень секретные. Правительственные эксперименты, очень секретные, в горах у нас здесь проходят, очень секретные правительственные эксперименты. Секретное, на секретное правительство вы работаете? Секретное правительство в горах, да, с экспериментами на, на экспериментальных экспериментах мы проводим здесь очень секретные. Хорошо, отлично, значит, значит, вы знаете, как включитель инкогнито в браузере? Кого инкогнито? Конечно, я знаю. Проходите через инкогнито. Да-ка, друг, ну послушайте, я уже от 40 сказал. Вы понимаете, я бы с удовольствием в интернете свобоже интересно, но интернет не работает у меня, когда... Так для этого, чтобы он работал, давайте скачаем с вами скайп. А скайп я поставить, друзья, не могу. Понимаете, магазин, вы говорите, что у вас деньги есть, вы можете себе позволить ничего не делать. Но работаете на секретных худых организациях, но вы мне с интернета и выскапим. Как так получать? Вы мне ИНН-то почему не хотите давать? Вам не кажется, что это как минимум странно? Я вообще странный пепок на самом деле, я очень странный. Меня вообще такой очень... В общем, давайте так, Магомед. Вы мне ИНН. Сегодня в 17.30 выходит отчет по запасу второй план стройнефти. По данной нефти вы зарабатываете минимум на сдвижение, которое выходит после отчета. Зарабатываете минимум 200 долларов минимального типа счета. Если вы хотите выходить в 1000 долларов, вы зарабатываете 400 долларов. Что? Кто вам это сказал? Зайдите, мы сейчас с вами все наглядно увидим. Да нет, это понятно нарисовать. Я знаю, я сам рисовать с сайта умею. Я же вам не картинки буду предоставлять. Да, это все динамические, это все порядка. Я буду вам показывать торговую платформу. Нет, это торговую платформу, на которой торгуют весь мир. Это все лажа, это все разводняк. Это все, я же знаю, я же сам этим занимался когда-то. Ну что вы? Если вы этим занимались, тогда в чем вас останавливают, чтобы выйти в рынок, начать зарабатывать? Ну какого вы, Рыбкина, что вы? Ну вы, ну какая, ну отчего вы делаете? Ну вы вроде бы взрослый, вроде бы человек по голосу. Я вообще старый, мне пора сказал, старый человек. А свеетесь с реального заработка, который вы теряете, потому что вы не хотите сделать одно простое действие, зайти в приложение Play Market, найти сайт, писька, писька, писька. Давайте договор подписчить. Сначала договор, потом деньги. Понимаете? Как мы можем с вами, я вам уже объяснял по поводу договора, Магомедс, как вы можете подписать договор, непонятно, как будет происходить работа, сотрудничество и заработок. Да я знаю, как оно все происходит, ну что вы, дорогой, друг, ну что вы говорите, зачем? Как это происходит? Хорошо, ну как вы... Как? Чтобы вы не хотите, чтобы я деньги куда-нибудь положил там на вашу платформу, и все, и до свидания, Магомедс. Ну что вы, я же все знаю, это, понимаете? Если бы так было, мы бы не работали тринадцать лет. Да ну, друг, ну что ты говоришь, ну, господи, весь этот разводняк вы же все знают на самом деле. Так, зайдите на наш сайт официальный, посмотрите лицензии, по которой мы работаем. Да как лицензия кем выдано? Кем она выдано? В Великобритании. Ну при чем здесь друг Великобритании? Даже если... Потому что мы компания, мы даже компания, которая основана в Великобритании, понимаете, Магомедс? Я сейчас вообще щек, щек, контент будешь щек. Дело в том, что у меня есть человек в Великобритании. И вот назовите мне сейчас адрес, где у вас есть Великобритания. Я прямо сейчас вам позвоню по WhatsApp, попрошу туда сходить, и там никого не будет, понимаете, по этому адресу. А что сейчас? Я даже готов на деньги поспорить, на сто долларов фиши, а. Понимаете? Поэтому давайте не будем, понимаете? А ваш друг Вон? Вон он живет, да, товарищ, да, он живет, живет, он живет там, бизнесмен. Поэтому я могу позвонить, вот вы мне сейчас, я живет в Великобритании, ну, какой адрес Великобритания? Ну, вот скажите сейчас слух. Ну, записывайте, фрок Морген-Стрит, фрок Морген-Стрит 33. Ну, вот сейчас я ему это передам, он съездит, и там никого, ничего не будет, и вообще никто не будет там, ничего. Понимаете? Причем же Великобритания, даже если у вас в офисе есть, ведь даже если предположить, понимаете, что в офисе есть в Великобритании, в Лондоне, и по этому адресу есть какой-то офис, который занимается брокерскими какими-то услугами. Причем здесь Россия? Разве здесь не причем? Даже если, если все так. Магомед, я вас понял, то, что мы с вами вот сейчас в 17-м встречаемся, вы меня слушаете одним ухом, вдруг через другое вас улетают. Понимаете, если... Я уже все разу, по-моему, международная компания. По законам РФ, если пойдет какой-то что-то не так, вот, допустим, я положил, запошлал деньги на депозит, положил, да, все, начали там, что-то там даже, может быть, заработал чуть-чуть. Не получилось у меня вывести деньги с вашей платформы, допустим. Только не надо мне говорить, что такого не может быть, такое может быть. Не получилось. Куда я пойду? Вот, пошел я в суд. Вы пойдете в Ассоциацию Российских Банков, потому что данная ассоциация нас контролирует. Нет никакой. Ассоциация Российских Банков нет, Великобритания не относится туда. Все, должно быть Российская. В общем, Магомед, я вас понял, я вам говорю информацию, вы об нее не слушаете, вы только одно из вас говорите. Я же законы знаю. В общем, как мы поступим, Магомед? Мое время просто очень дорогое, я не хочу сказать. Договор, договор. Потому что вы не слушаете. Нужна бумага. Я вам отправляю всю информацию дополнительно, ознакомливайтесь, звоните другу. Давайте, давайте. Я вас наберу вечером. Давайте, конечно, обязательно. До свидания. Давайте, да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok